Статистика происшествий как на воде, так и на суше в последнее время шокирует. С основными цифрами журналистов ознакомили представители Ивановского управления МЧС России. Нехорошая статистика в первую очередь по лесным пожарам. По аналитике 2013 года у нас было всего порядка трех гектаров пожаров. В этом году у нас уже 11 пожаров на площади 27 гектаров. Все пожары в основном происходили в лесной зоне. И благодаря слаженным действиям лесников и пожарных ликвидировали все в день загорания. Большую помощь в этом году нам оказывает авиаразведка. Для авиаразведки нас привлекается дельтаплан в количестве двух единиц. И мы привлекаем авиацию в Министерство обороны. Это позволяет ликвидировать загорание леса еще на начальной стадии. Что касается пожаров антропогенных, то их за неполные полгода произошло уже 564. При этом 50 человек погибли. Предотвратить пожары по вине человека сотрудники МЧС пытаются, проводя агитацию среди жителей. Но наиболее эффективна в этом все же технику, уверены специалисты. Тем более датчики автономного пожарного извещения или просто дымоуловители сейчас доступны каждому. Стоят недорого и служат долго. От 8 до 1 года в уходе строят батарейки, которые стоят 25 или 30 рублей. Это самая главная его проблема. Установьте проблем никаких, то есть он автономный абсолютно. Прикручивайте над своим спальным местом и добросовестно спите с чувством полного удовлетворения. Наслаждайтесь сном. Даже если что-то чего-то, он в ад пропищит и так далее. Использование датчиков в частных домах и квартирах – дело добровольное. Но в случае чего может спасти жизни обитателей жилища. А вот в воде жизнь человека только в его собственных руках. С начала года в водоемах области утонули 12 человек. Гибель любого человека – это трагедия. На двойне трагедия – это когда происходит гибель детей. В этом году трех ребят мы потеряли. Это дети 5, 7, 8 лет. Два мальчика 20 мая в Юревце утонули. Вместе они там купались на дамбе в городском поселении. И неделю назад в городском округе Вичеве, там 5-летняя девочка, она просто свалилась в пруд. Инспекторы ГИМС призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Особенно рядом с водой. Человек горит, он может кричать. А в воде, как правило, все это происходит в тихую. То есть различить, что человек тонет, действительно, там, наверное, способен только специалист. Потому что ничто не предвещает беды. И, как вот показывают в кино, там кричат «помогите», машут руками. Ну, так, по факту-то, наверное, бывает крайне редко, если вообще бывает. Поскольку человек, оставаясь в воде, вода попадает в дыхательные пути. И кричать там некогда. 12 утопленников за 5 с небольшим месяцев – это только официальные цифры. На деле случаев утопления еще больше. В основном причина – купание в местах, не предназначенных для этого. Большинство утонувших были в состоянии алкогольного опьянения.